Добрый вечер, в эфире вопрос с предстрастием в студии Вадим Родионов. Сегодня у нас в гостях депутат Рижской Думы журналист и специалист по вопросам общественного транспорта Вадим Фальков. Добрый вечер, Вадим. Добрый. Спасибо, что пришли в нашу студию. Итак, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о том, что его мечта, чтобы общественный транспорт в этом мегаполисе был бесплатным. В частности, он сказал о том, что его мечта осуществилась в Таллине, где общественный транспорт решили сделать бесплатным. Но, во всяком случае, он увидел такую аналогию. Вот как вы оцениваете то, что произошло в Таллине? Знаете, это надо оценивать не в начале января 2013 года, когда это введено, а где-нибудь в начале января 2014 года, когда пройдет какое-то время, станет понятно, оправдались сталинские надежды или нет. Кстати, говоря о мэре Нью-Йорка Блумберге, от того, что он сказал, что он мечтает, это не значит, что он вел. А из бесплатного в Нью-Йорке есть паром между Манхэттеном и Стейтен Айлендом. Действительно, там за проезд не берут денег. И по городской электричке Стейтен Айленда тоже пассажир платит за проезд только в один конец. То есть, частичная мечта господина Блумберга в Нью-Йорке тоже осуществилась. Там интересная система. Там посчитали, что взимать плату дороже, чем перевозить бесплатно. Поэтому по этой линии люди платят только на одной станции, там, где пересадка на паром. А если они идут между двумя другими станциями, то они за проезд не платят. А как это получается? А там просто нету некому взимать деньги за проезд. Было очень много несчастных случаев, когда бедные слои населения пытались не заплатить, выйти со станции, обойти и попадали под контактные рельсы. Соответственно, получали тяжелые ожоги. И было решено не мучиться с этим, а возить бесплатно и брать деньги только на одной станции. Но это что касается Нью-Йорка. Что касается Таллина. По планам, которые вынашивал Таллин и пытаются реализовать, они собирались примерно 17 миллионов евро забрать у водопровода. Я не знаю, поменялась стоимость воды в Таллине или нет. Но, собственно говоря, видеть надо динамику. А в первые дни, когда в Таллине случился бесплатный проезд, кстати, в Риге 1 января он тоже был бесплатным. Основной вопрос жителей Эстонии был, а как этот билет валидировать? Они пытались его подносить справа от валидатора, сбоку от валидатора. И контролеры муниципальной полиции больше занимались не контролем валидированных билетов, а рассказом, к какому месту надо поднести. Хорошо, но как вы оцениваете вообще перспективу, если проанализировать, может быть, с опытом каких-то других стран? Вот этот бесплатный проезд в Таллине. Где-то такое есть? Есть не в таких объемах. Есть в одном городе Бельгия. Там число пассажиров после ввода бесплатного проезда выросло примерно в 10 раз. То есть существенно? Понимаете, нет. Примерно в 10 раз. Это очень существенно. Стали ездить все, кто решил, что одну остановку пройти это слишком много, поэтому надо проехать. Соответственно, это потребовало новый подвижной состав, дополнительные дотации, дополнительные поступления. Таллин еще рассчитывал на то, что часть жителей, которые живет в Таллине, но задекларирована в других местах, передекларируется в Таллин. И по предновогодним данным, примерно в день 130-150 человек из деревень передекларировались в Таллин. То есть теперь, если они работают, они в Таллине платят налоги. Если они не работают, соответственно, в Таллине налоги не платят. Ну, такая вот легкая история. Хорошо. Для Риги такая перспектива, на ваш взгляд, реально. Пойдет ли столичная дума? Есть ли такие планы на то, чтобы сделать проезд общественного транспорта в столице полностью бесплатным? Чтобы в Риге подобное сделать, требуется дополнительная дотация примерно от 35 до 50 миллионов латов в год. Постанем на сегодняшний день. Доходная часть рижского бюджета — 466 миллионов латов. Дотации на общественный транспорт из городского бюджета — 51 миллион латов. А вместе с государственными там, получается, около 55. В прошлом году было больше. То есть пока это нереально? Я вам назвал цифры. Если кто-то расскажет, откуда можно забрать и куда можно передать, ну, скажем, стоимость развязок третьей очереди подъездов к Южному мосту стоило бы столько, сколько Риге обошлось бы где-то 170 дней бесплатного проезда. И развязок нет. И срок прошел. Вот приходится выбирать. То есть это экономически нецелесообразно? Общественный транспорт экономически для города вообще нецелесообразен для любого. Для Риги, для Таллина, для Нью-Йорка. То есть это обузов какой-то степени? Общественный. Понимаете, вы высчитываете все по первому кругу оборота. Значит, трамвай проехал, пассажиры зашли, и либо трамвай получил прибыль, либо трамвай не получил прибыль. Так вот трамвай во всех городах получает сплошные убытки. А наличие систем инфраструктуры способствует получению прибавочной прибыли в остальных сегментах экономики. Вы сели в трамвай, вы доехали до магазина, вы там что-то купили, вы заплатили налоги, вы доехали до театра, вы купили в театр билет, вы что-то посмотрели, вы заплатили налоги, там кто-то чего-то заработал, вы съели бутерброд в кафе. Не было бы этого трамваева, мы бы не поехали ни в магазин, ни в театр. Соответственно, вот так это можно считать. На первом круге от того, что вы проехали, заплатили, и кто-то должен получить налоги, прибыль такого нет. Есть мнение о том, что, ну, посмотрите, допустим, автобус. Берем один из самых распространенных видов общественного транспорта. Зарплата водителю, который курсирует, цена на топливо, ну, и, собственно, все. Или нет? Собственно, вы забыли дорожный налог, вы забыли, что водитель там не один, вы не учли, что автобус кто-то ремонтирует. Но, учитывая тот оборот, учитывая то количество людей, которые рядовой обычный латвийский автобус... В городе, я не могу вам сказать про обычный латвийский. В городе Риге за среднего пассажира, который платит 50 сантимов за проезд, это действительно много, муниципальный бюджет доплачивает еще 20. За каждого пассажира, кто платит 50 сантимов, муниципальный бюджет доплачивает еще 20. Это тот, кто едет по Е-талону, а тот, кто покупает... У водителя он получается... Ну, все равно там пару сантимов из бюджета все равно приходится доплачивать. Так чем можно объяснить вот это ценообразование? Все-таки я не могу понять. Вот посмотрите, почему я, собственно, веду к этому вопросу. Достаточно большое количество людей ездит в общественном транспорте. Неужели это не покрывает те расходы, которые, скажем, есть вследствие того, что нужно обслуживать автобусы, платить на плату и так далее? В городе Риге весь общественный транспорт, весь, я не знаю, за 12-й год еще не подсчитано, за 11-й год 140 миллионов пассажиров. Хорошо, маршрутное такси. Насколько это эффективный, насколько это экономически обоснованный вид транспорта, учитывая, что он по большей части принадлежит частным компаниям? Нет, он весь принадлежит частным компаниям. Ах, я не знаю, как вы будете рассчитывать эффективность работы маршрутного такси, если там нагрузить пассажиров в три этажа и еще прикрутить ремнями сверху, это будет очень эффективное транспортное средство. То есть, чем больше перевезенных на единицу продукции, что в общественном транспорте, что в маршрутном такси, тем больше эффективность. Ехать в давке, как селедка в бочке, у нас никто не любит. И поэтому с такой точки зрения эффективность рассматривать нельзя. Объемы работ маршрутных такси по Риге примерно 10 миллионов пассажиров в год. А маршрутные такси регулярно пишут письма, что они работают за чертой прибыльности. То есть, они работают себе в быток. Спасибо им большое. Я в это почему-то не хочу верить, что они вот такие все меценаты и непонятно откуда. Но вопрос, зачем они работают, учитывая, что это частные компании. Их цель – это прибыль все-таки, как ни крути. Понимаете, сколько устраивалось проверок, никто ничего подобного найти у них не смог. Как они это дело оформляют документально, мне сказать сложно. Я вижу вот отчет. Маршрутное такси сообщается, что она перевозит одного пассажира на 12 километров пробега. Я ее вижу лично, своими собственными глазами. Там в футбол играть невозможно, он пустой не едет. Подавался документ на закрытие одного маршрута по Риге 206. Там по отчету бизнесменов было написано, что один пассажир перевозится на пять выполненных рейсов. То есть четыре маршрутки проехали совершенно пустые, и пятая перевезла одного пассажира. Вот поэтому в конкурсе, который сейчас закончился, и очередной раз оскандалился, все-таки стояло требование электронной системы считывания, чтобы он вообще иметь представление, что на самом реальном деле происходит. Хорошо, но что говорит опыт других стран, как там решается вопрос с маршрутными такси, учитывая, что вряд ли все хотят работать себе в убыток, и вряд ли работают себе в убыток. Или это, в общем-то, такая повсеместная практика, маршрутки в принципе невыгодны бизнесом. С другими странами. Понимаете, маршрутные такси очень сильно распространены в таких странах, как Мадагаскар, Руан, да-да. Ни в Швеции, ни в Германии, ни в Норвегии никаких маршрутных такси нет. В Соединенных Штатах Америки маршрутные такси были запрещены законодательно в 1914 году. С чем это было связано? С тем, что наличие конкуренции на одной системе коммуникации наносит ущерб обществу. Если этот пассажир сел не в трамвай, а в маршрутное такси, а трамвай он все равно, как мы уже установили, убыточный, то, соответственно, бюджету наносится ущерб. Хорошо, а проблема выбора? Права человека в конце концов? Вы понимаете, права человека, тут, наверное, все-таки антимонополия у вас в водопроводе. Но есть горячая, а есть холодная. Антимонополия у вас в водопроводе. А нельзя вам в квартиру завести 8 труб воды от 8 поставщиков и говорить, ну вот какая вам удобнее? Нет, можно, конечно, просто посчитайте, сколько это будет стоить. Нету. В странах Европейского Союза отсутствует понятие маршрутного такси. Хорошо, давайте тогда возьмем те страны, в которых они есть, и возьмем пример тех стран на Мадагаскаре, или, может быть, в России, где, кстати, распространены маршрутные такси и так далее. Вот как там? Это тоже невыгодный бизнес? Я думаю, что там это выгодный бизнес. Я не знаю, какие отчеты подают компании маршрутных такси на Украине, но я думаю, что в убыток себе вряд ли кто-нибудь работает. Хорошо, но у нас он не выгоден прежде всего почему? Потому что людей мало. У нас, еще раз повторяю, он не выгоден по отчетам. Я не знаю, на самом деле, выгоден он для владельца компании или не выгоден. Никакой владелец компании не пришел и, честно, мне не рассказал. Ты знаешь, вот мы вам показали столько, а на самом деле было столько, а вот столько билетов мы не выдали, и, собственно говоря, столько денег мы заработали. Вот ни один не пришел. Поэтому я могу исходить только из того, что я вижу. Если конкурс, который сейчас прошел, закончится установкой электронных аппаратов в маршрутных такси, станет понятно, сколько реально проехало, сколько реально заработано. Скорее всего, поэтому уже в течение года, несмотря на такую возможность, маршрутные такси отказываются получать компенсации за перевозимых инвалидов, потому что это требует наличия электронного отчета. Тогда станет видно, какой объем. Ну, еще Карнеги говорил, трамвай будет существовать всегда, потому что там обращаются наличные деньги. Вот в трамваях сейчас наличных денег нету, а в маршрутных такси есть. Что нужно сделать в Риге? Какие приоритеты в общественном транспорте? Вы бы на что поставили? Трамвай, автобусы, троллейбусы? Возможно, метро необходимо все-таки построить? Сразу, как только вы проспонсируете строительство метро, мы вернемся к этому вопросу. Это счета Рижская, думаю, вы можете найти в интернете, куда перевести деньги. Вот, значит, если говорить о приоритетах. Возвращаясь к тому, что я говорил о инфраструктуре как таковой. Если есть инфраструктура, а ее содержание требует средств, то, с моей точки зрения, лучше использовать ту инфраструктуру, которая есть. Если у нас есть трамвайные пути, давайте посмотрим, как их можно использовать более продуктивно. Больше маршрутов, больше объем перевозок. Если у нас есть троллейбусная контактная сеть, давайте смотреть, как ее можно... Ну, например, есть в Риге такая улица Волдемара. Ходит там третий троллейбус. А строго по маршруту третьего троллейбуса ходит 33-й автобус на Консенсалу. То есть они дублили друг друга? Разница три остановки. А сейчас просчитано, если это получится, заменить 33-й автобус, соответственно, 33-м троллейбусом. То есть по всей Волдемара он проедет под контактной сети, и три остановки на Консенсалу он может проехать на дизель-генераторе. С точки зрения экономии, это получается по самым скромным подсчетам порядка 150 тысяч. Латов. В год. Если будет принято решение проэкспериментировать, что из всего этого получится, возможно, будут недовольны. А возможно, жители Консенсалы скажут, знаете, там слишком много пассажиров, которые могли бы ехать на тройке, а так они заходят в этот ваш троллейбус. То есть мы не можем ни встать, ни сидеть. Может быть, наоборот, появится пожелание жителей Консенсала, пустите не один раз в час, а пустите два раз в 30 минут. То есть тогда это сразу дополнительные расходы, и все, вся экономия ушла в ноль. В какой стадии сейчас находится этот проект? Почерков. Ну, понимаете, то, что я, как говорится, посчитал на коленке, это одно, а то, что посчитают эксплуатационным предприятием, это другое. — Какие еще изменения в сфере общественного транспорта, на ваш взгляд, необходимы городу Риге? — Понимаете, опять-таки, давайте все-таки будем исходить, что в городе Риге живут не только пользователи общественного транспорта, живут еще и владельцы автомобилей, живут еще пешеходы, велосипедисты и прочее. И почему-то, когда говорят, какие изменения нужны, выходит с неким таким очень радикальным взглядом. — То есть либо тем, либо другим. — Либо тем, либо другим. А вот в жизни, к сожалению или к счастью, ну как-то надо учитывать интересы всех. То есть нет проблем сегодня утром или завтра вечером взять и по всему Вантовому мосту нарисовать полосу, выделенную для общественного транспорта, в сторону города. — Автомобили будут стоять от спицы, а автобусы и троллейбусы дружными рядами будут спускаться вниз, не задержавшись ни на одной минуте. И, соответственно, будут от Кипсалы до Национального театра ехать не 14 минут, как сейчас в пробках, а 4 минуты. Пассажиры общественного транспорта выигрывают. Владельцы легковых автомобилей проклянут пассажиров общественного транспорта. — Понимаете, вот вопрос, что надо. Надо пытаться смотреть, увы, с цифрами и с компьютерным макетированием, в конечном итоге что получается, насколько это ухудшает все остальное. А так идей может быть много. — Мы частично сейчас затронули вопрос рижских пробок. На ваш взгляд, насколько сейчас Рига перегружена автотранспортом и что в этом смысле можно было бы сделать? — Насколько она перегружена. Заторы, движение есть. Вопрос, что сделать. А как показывает опыт того же мэра Нью-Йорка Блумберга, чем больше делаешь дорогу, тем больше по ней пытается проехать автомобилей. — То есть это не решает проблему? — Это переориентирует эти проблемы. И как только где-то делается улучшение, то это улучшение сразу сводится на нет, потому что все пытаются им воспользоваться. Вот сейчас теоретически строится, и я надеюсь, что летом практически начнет достраиваться восточная магистраль. Густаво-Земгалагатве уже сейчас перед Бривибасом стоит. Построили красивые виадуки, автомобили быстро переориентировались и поехали. Все. Стоит весь мост над железной дорогой. Требуется строить туннель под Бривибас. Как только будет построен туннель под Бривибас, это не завтрашний день и даже не ближайший год, вся эта пробка дружно переместится к улице Дзалзалас. Когда там тоже дойдут руки построить туннель, вся эта пробка дружно переместится к Стахановскому, Славянскому мосту. Там сейчас пока движение равномерное со всеми этими развязками. Но как только объем моментально увеличится, я думаю, что там тоже появятся какие-нибудь заторы. — Хорошо, но в центре ситуация улучшится? — Те автомобили, которые едут в центр, они сейчас не едут по восточной магистрали. В центре ситуацию можно пытаться улучшить очень интересным образом. Вы знаете, вот улица Бривибас, она при входе в город имеет три полосы. Потом она сужается до двух полос, потом она завершается знаком кирпич у памятника свободы. Значит, весь транспорт поворачивает или на калпок направо, или на райнице налево, а впереди кирпич. Вот если вы этот кирпич убираете мимо памятника свободы, то 35 тысяч автомобилей в сутки у вас смогли бы теоретически проезжать через Старую Ригу. Ну, это просто цифры. Понятно, что никто там ничего убирать не будет. Но Бривибас заканчивается тупиком. Таким же тупиком заканчивается Крашенобарна. Вот вы доезжаете до Аудею, проезжаете за центральный универмаг, и там в столбике, чтобы не было сквозного движения через Старую Ригу. Значит, весь этот транспорт выезжает или на Валдемара, или на 13 января. И что там происходит? Создаются пробки. Можно говорить, давайте прокопаем туннель под Старой Ригой и выведем на Каменный мост. Но у нас и за Каменным мостом пробка. Там сходятся Ранти-Дамбис, улица Слокас, улица Мукусалос. И там всегда пробка. Там планируется сейчас строить туннель с Ранти-Дамбис на Венебас-Гаппо. Но этот транспорт создаст пробку у следующего светофора. Хорошо. А на ваш взгляд, чем это можно объяснить? Это была ошибка, которая была заложена при проектировке, скажем, рижских дорог в советское время или, может быть, еще раньше. Вот как объяснить вот эти тупики, пробки и так далее? Действительно неудобно ездить по Риге в час пик, могу сказать, как проводить. В 1856 году архитектор Отто Дице стал разрабатывать план развития предместьей вокруг города Риги. Город Рига – это то, что сейчас старый город. А все остальное было не городом Риги. И путем развития дошло, что в 1901 году были утверждены строительные нормы и правила, по которым ширина одной полосы для движения транспорта как такового должна была быть 7 футов. Это 2 метра. Все. Вот в этих вот границах всего города, построенного до 1914 года, мы живем. Вы не можете расширить улицу Волдемара. То есть провести ту же историю, что в Москве с Перской, где дома сдвигали, да, в Риге не произойдет. Дальше, по поводу фрагментарности проездов. Например, Островной мост. Все очень красиво, вы выезжаете мимо спицы, проезжаете, проехали. Выезжаете на улицу Лачплаша, и улица Лачплаша заканчивается тупиком у улицы Волдемара. Ну, все, она дальше не идет, там дом стоит. Теоретически можно взять, снести этот дом и пытаться куда-нибудь дальше ее проложить. Никто этого пока делать не будет. Причем я не знаю, как на это посмотрит владелец дома, так как опыты по сносам домов через СЕИМ с многочисленными судами. Все это мы проходили и 5 лет назад, и 7 лет назад. Надо было расширять славянский круг, там пришлось сносить дом. А уж по поводу библиотеки, я думаю, вы сами знаете, какие там были дебаты. Какие там были тяжбы. Поэтому я не думаю, что это в ближайшее время можно будет реализовать. Если мы смотрим с другой стороны. Дважды обсуждалась идея туннеля под железной дорогой между улицами Даугавпилс и Гертрудес. Ничего пока нет. Жители улицы Даугавпилс сказали, мы не хотим тут туннель. Общественное обсуждение. Наши мнения должны принять во внимание. Вот, собственно говоря, теоретично. Мнение было принято. Нет, вы приняете, не мнение было принято, а по факту получается, что туннеля нет. Затронем еще одну тему. Тоже она связана с дорогами. В частности, с тем, что после каждой зимы или во время каждой зимы у нас наблюдаются достаточно сильные проблемы с дорожным покрытием. В частности, громко прозвучала одна из историй, как чинили дорогу. Мэр Риги уволил и двух рабочих. Это известная такая история. Ну, уволил Немел Риги, уволил Зауэр Заулс, которого потом тоже уволили. Но Риги рабочих не увольнял. Хорошо. Почему такие проблемы действительно с дорогами у нас каждый год возникают? Здесь едешь после каждой зимы или после того, как сойдет снег, у нас ямы, которые возникают постоянно. Это что? Вот это проблема асфальта, это проблема рабочих. Вот в других странах развитых, мы сейчас говорим о Германии, таких проблем в случае визуально не возникло. Я вам могу прислать фотографии из Германии по поводу дорог. То есть там тоже. Причем вы поразитесь, даже в Соединенных Штатах Америки, где зимой некоторая напряженка, дороги во многих местах находятся в глубоко не лучшем состоянии. Но это не отговорки как таковые. То есть ситуация не уникальна? Ситуация глубоко не уникальная. Понимаете, я посмотрел и в том числе и в Берлине, как выглядит достаточно большое количество улиц. Я не могу сказать, чтобы они были в идеальном состоянии. И ситуация с асфальтом, с моей точки зрения, я не специалист по асфальту. Первое. К сожалению, качество асфальта, качество составных частей в последнее время сильно понизилось. Почему? Мне кажется, здесь надо смотреть все в комплексе, включая все новые европейские директивы о структуре самого асфальта. Потому что если в Испании снега просто не бывает, а в Норвегии один раз замерзло и один раз растаяло, то у нас колебания плюс-минус-плюс-минус, перепады через ноль, они происходят постоянно. И, например, я посмотрел, что сейчас происходит на бульваре Райнеса, там есть полоса для общественного транспорта, там весь асфальт пошел паутиной. Полностью. То есть, как только сейчас выпадет новый снег, замерзнет и снова растает, то там все это дело просто можно будет смести метлой. Он слишком хрупкий. Дальше, по предыдущим нормативам, по которым делались дороги, они должны были выдерживать нагрузку до 8 тонн на ось. А сейчас, согласно опять-таки действующим правилам дорожного движения, нагрузка 12,5 тонн. То есть, на 50% больше. Нижнее покрытие этого не выдерживает. Что там происходит с трубами, которые были проложены еще при царе Горохе, тоже сказать сложно. Поэтому, чтобы привести улицу в порядок, извините, надо вот все выкопать. Все старые подушки, все старые трубы. И все это дело вкопать по новой, уложить по новой и откатать по новой. Что, понятно, по экономическим соображениям нереально. Понимаете, проект есть. Первый на очереди это улица Чака. Я не знаю, как можно это реализовать. Вы понимаете, для этого придется, мягко говоря, не то, что ограничивать движение, а закрывать. Вы можете себе представить улицу Чака, закрытую для движения на год? Я нет. Ну, хорошо, это же можно делать, например, ночью глубокой. Или это не возможно? То есть, ночью вы откапываете, изымаете оттуда 5 метров трубы, закапываете, и следующая ночь... Погорячился, согласен, да. Вероятно. Ну, хорошо, можно закрывать по полосам, как это делают. Часто одна полоса не работает. Это когда асфальтируют. Это вот когда асфальтирование. На Бривибас меняли теплоцентраль. Вот ее, простите, как разрыли, так она у вас 3 месяца стояла разрытой. Причем на Бривибас там 3 полосы в каждом направлении. На Чака у нас там получается 1,5-1,5. И невозможно сначала выкупать трубу, а потом вкопать новую в это же место. Потому что у вас жители останутся без воды, канализации и прочее. Сначала вам надо вкопать новую трубу, потом переключить старую трубу на новую, и потом выкопать старую трубу. Несчастье получается в этом. Если бы можно было жителям сказать, ребята, 3 месяца у вас ничего не будет, мы эту канализацию с водопроводом и электроинсталляцией выкопаем, а через 3 месяца мы вам вкопаем новую, и у вас все будет замечательно. Нельзя так. На ваш взгляд, все-таки, какие реальные шаги можно предпринять для того, чтобы улучшить транспортное сообщение в столице? Такие нефантастические, ну, реальные. Пытаться оптимизировать расписание, пытаться там, где это не слишком сильно ограничит возможности передвижения других транспортных средств, продолжать выделение полос для общественного транспорта. Возможно, на перекрестках по-другому организовывать светофорное регулирование с преимуществом для выезда из остановок экипажа общественного транспорта. Смотреть, как можно интегрировать в существующую уличную сеть велодорожки. Потому что если часть пассажиров общественного транспорта, скажем, пересядет на велосипеды, это не так много, да, это не все сразу, но тогда, и они не будут еще и мешаться друг другу на улицах, то тогда общая скорость движения может быть повышена. Соответственно, при сохранении того же числа транспортных средств комфорт поездки тоже немножко будет повышен. Ну и если говорить о стоимости проезда, я полагаю, что если его можно будет снизить, то есть если все-таки найти какие-то дополнительные средства, то это тоже не повредило бы. Спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что к нам пришли. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо вам. Вы смотрели «Вопрос с пристрастием». Напомню, что у нас в гостях был журналист, депутатрижеская дума, специалист по вопросам общественного транспорта Вадим Фольков. Смотрите нас на телеканале «Просто ТВ», слушайте на «Радио Болтком», а также присоединяйтесь к нашему профилю в социальной сети Facebook. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова